Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо вам, очень приятно Добавил DimaTorzok 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 Я с тобой не сделала ничего. Если бы в России, я бы не был в этом мире. Я бывал от меня. Но это было бы не так. Но это было бы не так, но это было бы не так. Когда мы думали, что мы делаем, мы получаем этот мир. В общем, мы с вами были обращены. Я не знаю, что я делал их обращение обращения. angкастан с переходом телефон номер и москва петербург больше больше туркия и онлайн онлайн и дюня юно-каза в Вахо-казо, вахо-казо. И вот так, качкене-качкене кадамыла обланкет. Авиякастта учатся, а в тур и бергалые годы. Почему и габбарин пау не серьезно? Даже тут и ровка, группы, и герману. А этот мир-каритаз не может быть, а там нет. Но здесь нет, а там нет. Потому что настоящее, не нужно. Но мы начали табиат не иметь, как мы делали. Мы делали дам, как мы делали. Нет, не делали? Вот, а потом я пошла. Молодец. Кем бу? Черни кучу гейка. Кыз боле каам булгол болам. Азбуронарсы берам. Вот шунарсан көрдем, ана көррятсула. Дай кучугула берді добре. Келеп бен валу. Бу барв камера передават кулома еті. Барв камера передават кулома еті. Барв кисларод, берді ханайдир. Хавод, камол, берді. Кушлар, тенчилек, су, овозы. Барвашатчаде ба барва, ёен су. Ма шінарсана етмей етмей от оди. Кызгай оба не етмейд. Обама ёзу, ёгур-йугур, Ишкіл. Бұны арса, лекігин... Табиат булан. Бір камнафасан біп түрш кеярек. Цүнкі енергейдеген арсала біар. Барв біз табиаттан чықкамыз. Табиатка кайтаамыз. Кинчую айланыш керерек бір. Бі те, 2-3-е түртт бі бар ? Борамыз айланамызды, макламызды. Давай, гигалчайлик, бетрей, язан бостейк. Ходзер. Улейманьки, биркю, озилерам, шу атмосферен көріп, покидалар кэминтарды яузаслы. Бахамага, бугун ги білетгон күлді, немала бөлішіні, көркөлі жіла холқыларды. Шарик кеттік. Біз кеце, каты, кайма оқ, оқ кеткен көйімізге келдік. Көз өйпті ісеркін көріпті. Бүлін, біне көріпті. Бәлін, бірін көрейліпті. Вобше... Харик кеттік, кеушін екен көріпті. Біз Богцыны. Ой, естекадары. Любые колеса, на любой выбор, пожалуйста, Р-17, Р-16. Зимнолетние, да? Мы местные, не знаю, устахуна. Это, вы говорите, а вот это как. Вот такой плетняк, вот мы постоянно проезжаем его. Вот он, видишь, мои слаяния, лава. Это камни, да? Лавы. И вот этот плетняк увозят тоннами в Москву. Мы тоже, наверное, из Шаласкуда карьеру заберем. Вот так, да. А что там? Политку можно делать, можно в фасад сделать этот подоконник. Харчен Бариш, не вверху? Умм. Не вверху, не вверху, не вверху, не вверху, не вверху. Бер-бер-нусу, да? Угу. Природный камень. Природный камень. Да-да. У нас уй, Манюшнаха, тахтадан коколгян, тахтадан коколингян уй. Вчера, в принципе, мы там тахтали уй дедик, четкий, ехтый. А здесь сколько градусов бывает мороз? Сорок бывает. Сорок. 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 Влажный там. Ну давай восемь. Хорошо. Мы, как бы-то, скотина дома нет, но мы сметану усердно вылопываем. Уже вторая банка под откос пошла, молока-то чуть осталось. Сорок практически я только ем. Все понятно. О! Привет. А какая цель-то вашей киносъемке-то? Расскажите, да? Где коровы сейчас? Ну, на данный момент коровы у нас пасутся. Кушают вкусную травку, витаминную. Поэтому у нас молочко такое вкусное. Вкусное, да? Вкусное. Да. Они что, сами утром уходят? Да. И сами вечером возвращаются? Да. Тут весь прикол разнотравия. Да, разнотравия. Они вольно гуляют, пастуха у нас нет. Хорошая, потому что на траве. В степях степная трава, она жесткая. Там как бы, ну, в основном сеяная трава. Ага. Своих коровок я люблю. Это же весна. Уговариваю их, приговариваю. А сколько у вас коров? Сколько? Ну, сколько коров, это я никогда не озвучиваю, потому что сейчас пять, а вечером может быть четыре. Так что вот. Они пасутся, как бы ходят вольно, мало ли. Они так же, как люди, болеют. И там волки. Волки есть? Волки есть, конечно. И медведи есть. Серьезно? Конечно. Все, природа у нас вот. Красота. Да. Зелено все. Так что вот. А вот в каком условии держите? Можно посмотреть? Можно, конечно, посмотреть. Покажите. Ну, давайте, когда коровы придут, я покажу. Ну, идемте сейчас показывать светло. Если коровы нету, когда будет корова, мы тоже придем. Так, к сведению у нас не фермерское хозяйство, а просто частное. Мы трудимся, семья у нас большая. Большая? Сколько человек? Мы с мужем. Двое детей. У детей уже пары. Да. Детей нету, но... Скоро будет. Пока еще. Ну, не планируют, пока учатся в учебных заведениях, пока некогда. Вот. В этом году у нас травы не было, все везде сухо было. В этом году дождик поливает, везде лопухи растут, времени нету, все облагораживать. Так что, да, я работаю, он работает. А где вы работаете? Я работаю в школе. В школе? Учитель начальных классов, да. А с какого предмета? Я учитель начальных классов, детишек преподает. Ага. Ну, там же разные, физкультура. Да, русский, математика, литература. Хорошо. Так что, школа у нас маленькая, детишек мало. Так что, вот, мы и занимаемся. А вот здесь население в этом... Ну, в основном, как бы, население у нас уже, как бы, коренных-то жителей уже не осталось почти. Это старые, кто умер, кто разъехались. В основном, вот, дачники. Вот это магнитка купили, тоже приезжают. Там кузелга. Здесь тоже жили, вот, никого хозяев не осталось. Тоже вот. А почему уезжают отсюда? Вроде красиво уезжают. Ну, почему, как бы, это... Молодежь, в основном, уезжает. Что-то старые умирают, молодежь тоже в цивилизацию хочется. Вот наши дети тоже, они же не с нами живут. Они тоже... Сын в Екатеринбурге учится. Дочка в Уфе. Так что, это в школе девятилетка. А здесь свет, газ есть? Нет, у нас только свет. Газа нет, да. Я же видел, там, трубы есть. Ну, как бы, трубы-то проложили, да, а газа пока еще нет. Это дровяное отопление, конечно. Все топим, печку, вот. Каждый день надо работать, придется. Да, работать. Ну, бывает. Бывает, я два часа в сутки сплю, и мне хватает. Серьезно? Да. Работа... Основной вот чем занимается? Вот утром встали. Просто интересно, какой жизнь у меня здесь? Утром встали. Ну, бывает и не ложусь, конечно, я. Для меня, как бы, что утро, что ночь, что вечер одинаково. Все в работе. Надо всю и домашнюю работу сделать, и, как бы, прийти на работу. Это тоже в форме. Ну, домашняя работа, это с чего заставляет? Ну, да, домашняя работа, во-первых, как бы. Мы пока еще благоустраиваем дом, ремонт делаем. Коровами занимаемся? Все это надо почистить, покормить, подоить, молоко все прибрать. Потом в школу? Потом бегу в школу. А школа где? Нет, школа вот через гору, да. Потом в школу? Потом в школу. Из школы все то же самое. Прихожу, муж кушать хочет, муж надо накормить. Выхожу во двор, во дворе тоже все спрашивают. Хоть разговаривать не умеют, но видно по глазам. Все кушать хотят, так что. Ну, я люблю этим делом, конечно, заниматься. Поэтому, может, мне не так... Не сложно. Не сложно, да. Все спрашивают вот когда. А когда, ну, думали, что уехать отсюда или такого нету? Ну, я вообще, как бы, коренная жительница. Я здесь родилась, выучилась. Ну, это... Ну, то, что вот только образование получать уезжала. Муж тоже. Дети тоже здесь выучили. Как бы, пока желания нет никуда уезжать. Не хотите? Да. Ну, трудимся. Конечно, хочется бы, хотелось бы жить по цивилизованию. У вас лучше, чем у нас. Да? Да. Ну, идемте, пойдемте дальше. Это все натуральный продукт и такой красивый вид. Ну, да. Во-первых, тоже это натуральные красивые скоропорчища же, конечно. Угу. Нужно это все до ума довести. Вот. Ну, это вопрос время уже. Ну, да. Выпирается тоже в деньги все, в деньги. Заработок, как бы, небольшой. А вот сколько, если не секрет, зарабатываете в школе? В школе в месяц. Детей у нас мало, но в пределах 20 тысяч я зарабатываю. Не больше. 20 тысяч. Да. А это, естественно, не хватает? Ну, естественно, этого не хватает. Ну, мы уже привыкли так жить. Вот, едим только свое. А вы сами все... Да. А огород, допустим, помидор, огурцы здесь растет? Ну, да. Огурцы, помидоры все сажают. Ага. У нас все вырастает, конечно. Но, естественно, у нас мужа на это время не нет. Мы... Покупаете? Ну, когда купим, когда родственники нас побалуют. Мы их своими продуктами, они нас своими продуктами. Обмен, короче. Да. Так что, вот. А здесь вы всех знаете вот в этом? Да. Здесь мы всех знаем. Мы даже здесь вот в деревне живем. Мы не знаем, где там... Ну, так уж грубо говорю. Где как улица называется, да? А уж пофамильно, кто где живет, мы, конечно, знаем, да. А у нас в городе соседов не знаем, кто они... Нет, у нас здесь как бы вот там... Закончилась у меня соль, да, я пошла без всяких это... Спросила, да. Или бывает такое, да, дом не бывает у нас целый день. Там приходишь, магазин уже закрытый, да. Сил там что-то испечь не хватает, это уже сил нет. Пойдешь к соседке. Она не отказывается. Соседка хлебом поделится. Бывает и такое. Так что, вот. Вот здесь, это что? Вот ферма, да, получается? Ну, это уж так не ферма, а хозяйство. Да, это... Здесь держите коров? Да, здесь. Да, вот здесь. А можно посмотреть? Идемте. Вот навоз. Натуральный продукт тоже. Муж по косу убирает, все на косу. Всем заготавливает, все сами. Ну, у нас... Сами сажает? Нет. Ну, вот оно на поле растет. Там поле много? Да. Надо просто сесть? Да, это как... Все документально оформляется. Все это... Что же есть, да, маленькие? Ну, да, это у нас в этом году. А почему детишек не пускаетесь? Детишек, в смысле? Вот, окей. Они еще как бы... Маленькие? Маленькие, да. Там волки. Дикие. Ага. Они еще в первый раз. Вот сейчас вот даже вас увидят. Ага. Ага, могут... И начинают с нами драться дальше? Да, да. Могут побежать. На улицу надо было дверь закрыть с той стороны на это. Вот. А вот можете убежать, да? Да. В этом году вот дожди идут. Грязно. Вот по колену в грязи. Тоже каждый день ходишь куда-сюда. Ну, летом понятно. Они сами кушают там. А зимой как? Ну, зимой. Сено заготовили летом. А есть сейчас заготовленные заготовки? Сено есть, да. Есть. Давайте я сейчас дверь закрою, ладно? И вернем. Вернусь. Так. Да. Бывает и по колену завязнешь. Конечно. Не все так гладко. Пойдемте. Так, я познакомлюсь. Идем. Тома, Тома. Да, две хрюши у меня есть. Разговариваете? Да, они так разговаривают. Так, вот здоровается с вами. Так, это буренка. Так, Томка. Это Ира. Так, сколько месяцев? Ну, по три месяца. По три месяца. Вот так вот я кормлю их из ведра. Они коровный сосуд, а сразу приучаю их из ведра кормить. Вот еще дети у меня. Маленькие. Вот она уже, сосед. Вот они тоже так покушат и меня спрашивают. Ну, пойдем. Ничего, что это. Хрюшки вас немножко. А, что делаете? Что-то делаете, да? Не, ну, просто потрогают. Может, укусит? Да и не, не укусит. Я боюсь. Боишься? Он тоже не ест. Плохо кушает. Нет. Ермак, идем. Это ермак. Он тоже такой же возраст. Идем, идем. Они какие-то особенные породы, да? Вот у них. Ну, сементалки у нас основные. Ну, все, вот она, вот она, вот она. Так, ну, вот, вот там вот. Надо туда пройти, там вот тюки лежат. А, это семя, да? Да, это. Я бы вас здесь провела, но тут грязно совсем. Утонет тебя. Там еще козы у меня ходят. То есть семя ты можешь поближе сделать? Да не бойся, они тебя не укусят. Не зайдем туда. А вот от зимой где они спят? Ну, зимой как бы сеном кормим мы их. Они на ночь в сарай загоняем. Вот это сарай у них? Да, сарай у них каждый. Там отапливаются или именно на ночь? Нет, нет, они же надышат. Ага, самое главное. Да, каждый день какашки чистить нужно за ними. Тоже зимой работы добавляется. Как бы если летом они вот ходят сами. Ага, вот видишь, наведут беспорядок такой. Вот, то, что свежее в основном. Сами делаем, сами едим для себя, да. Да, конечно, вот. Ничего немножко остается. Вот вы приехали, вас порадовали. Да, очень интересно. Так что. Прям целый репортаж делают. Да, вот они привыкаешь. А молоко от чего зависит? Что жирное, не жирное? От породы или? От породы, конечно, зависит. От еды это зависит. Ну, в основном, конечно, от породы. И тем кормишь. Ну, подкармливаем немножко. Все интересно. Все. А здесь что, вот здесь? Ну, тоже наш двор, как бы. Это просто точно самое такое же, как и здесь. Это просто на зады мы, говорим, идем. Скотина у нас ходит, а там мы и ходим. Там еще собака, кошка, наверное, вот. Есть. Птицы какие-то. Не, птицы только куры, чтобы по косу убирать. А мне что не хватает в этом селе? Что-то такое, что не хватает? Бывает такое? Что не хватает? Ну, кроме газа. Что, кроме газа, что не хватает? Вот вы приехали, вам что-то не хватает? Я не знаю, торгового центра нет. Да? Кесла нет. Все понятно. А я вот, например, если даже вот пойду в торговый центр, да, я даже не знаю, с какой стороны туда зайти. Ну, вы были? Ну, естественно. Кстати, а антенны вообще нет уже второй день? А, ну, связи нет, да. А как вы друг с другом общаетесь? Вживую вот. Общаюсь. Да, живое общение это самое хорошее. Ну, как без телефона, без интернета? Ну, интернет-то у нас есть. Ага. Ну, интернет, да, есть. Ну, в основном. Связи нет. Связи нету. Интернет есть. С детьми. Да. А я не знаю, что ты не успешно умеешь выдавать. Да? Да. Ну, идем, поговори. Нет. Ну, я тоже буду выдавать. Дома, только, этот, торс прикрой. Рассказывай. Так. Это ваш дом? Да, это наш дом. Вы сами построили? Ну, родительский дом. Да? Да, родительский дом. А сколько уже в этом, ну, в этом дом? Этому дому? Ну, Рим, скажи, сколько этому дому лет? С 54-го года. С 54-го года, да. Ну, как бы особо-то у нас там нечего показать. Стены голые, потому что мы, это, ремонт у нас. Как бы это. Вот. Вечером уж придете, я в сарае покажу вам. Хорошо. Как я управляюсь с ними, как говорю. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы рассказали. Да. Показали именно такую жизнь. Мне, естественно, нравится такая жизнь. Да, вот. Блин, здесь жить. Ну, да, это, вот, приехать на два дня, подышать, конечно, это хорошо. А я все, жить-то уже, уже проблема, да? Ну, как проблема. Ну, это... Ну, летом, да, хорошо. А зимой, вот, я думаю. Ну, зимой бывают снежные, ой, снежные. Нет, только по козкам не приезжайте. Да, он вам расскажет, как он по козам пирает. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Такиму. Аааааа. Аааааа. Слядубь. Ааааааа. Это хищник или не хищник? Очень хищником становится, а так нет. Вкусная рыба? Толстый бывает или тонкий? Нет, как селедка. Вкус какой? Как селедка? Нет, не описываю. Серьезно? А его как? Жареный кушать? Жареный, можно варить, жарить. Жарить, конечно, когда жарить, хорошо. На нем есть маленькая. Это в основном харь. В индере че есть. А чем вы ловите? Машка. А это вы сами сделали, да? Нет, купил. Бывает, сами делаем. А что так маленькие? Они вот такие бывают, что ли? Нет, почему? Это рыба. Большая, я у нее полностью закладываю. А большой вот такой есть здесь? Конечно, нет. А вот такой? Нет. Но они редко. Ну, они могут есть, но мы таких не умеем. Надо опыт. А, еще и на это опыт надо ловить? О, еще как. Серьезно? Да. Надо чувствовать, что ли, или как? Да, не знаю. Место надо. Вы ловили хоть? Нет. Таких нет. До 40 сантиметров я ловил, а больше. На день 52. 52 штука? Нет, сантиметров. А, конечно. Они килограммовые бывают, да? Да, наверное. Полкилограммовые. Хорошо. Спасибо вам большое за маленькое интервью. Мы просто про жизнь этого села снимаем. Как здесь люди живут, чем занимаются этим? Кто килограмму держит работу? Да, его деда. Лошадей держит. Угу. Там тоже пойдем, будем снимать. А я поехал за травой. А, это ваш трактор, да? Вы на этом катаетесь? Ну, поехал за травой по пути. Утро керень, брат. Сюда кататься керень. Ха-ха-ха. Кто же с вами, брат? Как его? Как его? А вот интересно у вас. Мимо этой стрежки, как проедем без удовольствий? Ну, да. Это хобби, да, такое? Да, да. Это заразное дело. А вы за... А вы можете его чуть-чуть покатать? Не-не, нормально. Пожалуйста, сделайте. Как утром? Учбехом? Утро. Куда пойдем? Пожар, хоть куда. Ну да. Когда пожар был с Уфе, это приезжали. Журналисты. Ага. Пожарщины. А у меня мотоцикл сорок девятый есть. Они увидели. Ой, можно покататься? Не будут ругаться. Так, мастер. О, директор катает. Они говорят, где на другой тащится. Даже женщины кроват. Вы сами коснете? Сколько скотин у вас? Двадцать, спасибо. Общие, да? Коров держите? Или только... Нет, овечи. Только овечи ставите. Понятно. Лошадь держала. Коров держала. Похожая территория. Похожая территория. Похожая территория. Скандал. Сейчас все есть. Некому. Никто не держит. Потому что в магазине есть. Потому что в магазине есть. Да. Согласен. Слепнейший людей кормит. Магазин пошел. Один корова, да? Или хороший? Сколько можно стоит? Пятьдесят. Пятьдесят. Это самый хороший такой. Мощный. Пятьдесят. 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 Нормально. Хорошо. Спасибо тогда. Не будем вас задерживать. Ладно. Вас творческих успехов. Ахахаха Ахахаха На контракторе я убираю Выкаю это Выкаю это Можно Выкаю это Выкаю это Выкаю это Выкаю это Медельный Шины не должны здесь плохо себя вести Потому что шиномонтажки нет Там на дороге разбираться надо А вот этот мужик у него уже все У него все есть Там шины серьезные Это что? Снимаем, да? Ничего так? Если снимаем, ничего? Это просто микрофон. Так самое такое, ты что? Машни все, пошли посмотрим. Каптан. Снимай это, супруги на это. Да, мы вчера сняли это. Не до конца распустился, солнце будет распуститься, видишь? Из-за солнца скручивается. Баллон, да? Вот самовар, на баркуме бей. Отка. Отки я кладу, потому что шоколадный кинь, а вот сейчас. А, да? Открылся. Печка, да? Да, она сама. Куда ты? Вот, смотри, вода какая прозрачная. Вообще прозрачная. Мокрый, да? Ха-ха-ха. Ну и как, там движется надо. Вся с его простоте. А? Вся с его простоте. Все же просто. Он у нее, смотри, тапочки. Мои лучшие. Да, вот. Запускай термонаппарат. А мы уже рыбу закоптили. На уже момент. И Андрич сказал, что рыбешку занесли. Ага. С кубрием. О! Они не могут чистить? Да? С кубрием. Причина? Лично неприязнь. Это что-то ненормальное имение. Это ненормальное. Это вот это вот. Вот это не нравится. Это лично неприязнь. Кубрия неприязнь. А дальше копни. К селедке. А иваси возьмем еще? Это просто непривычный вкус. То есть мы ведь свиньи ели так. У тебя зубы нет? Нет. Мясо, да. Мясо? Мясо. А с салом? Курдюк. Курдюк. Валя, у нас канина есть? Канина есть? Канина есть? Есть, наверное. На шулю. Ну пойдем что найдем? Может быть езжать? Нет. А что? А вот он хочет. Попробуй, да. Пошли, Галим. Я не знаю, сейчас пойдем это. А? Как тушить? Заниматься надо. Мариновать, потом тушить. Это не просто так. Это не курица. Продукты, видишь? Это вот в лесу добывают. Вот. Упаковщики, да. Да это мороженое. Да. Рыбку видишь? Все надо. Вот это рыба с водоема. Мы шли с Александровичем обратно. Я говорю, смотри, рыба сама к берегу подошла. Слышишь? А вот тут Валечка. 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 Подожди, не лезь. Не лезь. Не лезь. Да, вот ты понимаешь где. Дайте место профессионалу. Что ты в моем колхозе знаешь? Да. О! Галим, хватит вам. Ну это много. Ну а я тебе где меньше? А меньше нет. Топором. Нет, нет, нет. Нет, нет. Топором не нужно. Подожди, подожди. Давай уберем. Сейчас растает мороженое. Ну все вытащи уже. Аааа, молодец. Ставь туда. Провалимся. Во, во, давай. Да, да, да. И маленькие кусочки. Да, да, да. Олег, неси обратно. Привет. Давай обратно. Давай обратно. На базу. Все, подержал? Давай. Так, ну пока здесь положим, наверное, оно потихонечку таять будет. А мы пойдем. О, так надо положить так, чтобы потом еще забрать. Опыт собаки. Вот я про это что говорю. Там у вас там черный собак есть? Да. Хорошая собака, кстати. Умная, очень умная. Вообще вот я прям все поражен. Дворняга все понимает. Может накрою пока тазиком? В печку засовываешь и кашу варишь. Помнишь, как сказали? Мультик. Пошли. 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 Это пожарная машина для силы или как? Да. Да? Да? Да. 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 Да? 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 Это третий. Да. Как и красиво. Передо месить. Мы можем так, облакать и мазать. Вот так. Мы можем так, просто облакать, но и интереснее смотреть. Сейчас посмотрим. А потом мы можем так, что мы с ним не видим, а это пырыд? Да? Ага. А где поездки? А как? И когда мы можем на нем, как представим. А вот это очень колокольчик. Да. А теперь пыры. А я как добавляю. Юж termиология. А есть микрофон. А вот это как динаметка. мы берем пруд бур пруды баллы и тщет ищет 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 давай галимака на воду да? я буду тазик движать мы сейчас быстренько есть красная шапочка я просто почему они еще маленькие я вот только запустил сегодня день рождения давай 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 видишь сколько лет прожил в деревне и сапоги одевает а я вижу городской в шоке вот городской человек экзотиком идет еще пласть надо было одеть мы сейчас мы мы это мы 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 Так, в улыбке. Тарактаем по улице. Добрый, темный. Будет се ровно учредить. В ручье, а то мощно. Это теплая. Общая, сколько гектаров? Вода именно. Не знаю. Это 3,5. Здесь больше 7 гектаров. Здесь 9 гектаров. 13-14 гектаров вода. Лебеди прилетают. Лебеди прилетают. Требет, я тоже. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ямгыр, Куйош, Мачои Кум Ку. Она так скарабан ликте, камалагам шутка. Ха? Да, каринька. Готови, яд. Ятеке, веакхаян, что-то бозгоно, шторы, фанев, хабият врага. Горяб. Ох, от Атебе, радови от мош. человек умирает идут не в администрацию идут к нему почему потому что деньги доски нужны копать надо от танковые это танковый трал кто не знает о нем танки перевозят он только трактора это военный танковый трасса техника тоже да это он технику специально не выкидывает а потому что другая техника служит чтобы он это сделал запчасти запчасти же покупать надо или куда-то ехать надо техники много него что быстро отремонтировать от этого снимает доноры донор вот машина это так пожалуйста можно сейчас ее купить подсамательно заведет и поедет завод рельсы забрал сюда забор то есть посты на вершинах могил красноармейцев есть на там гражданская война когда была здесь мы были ваще бои там окопы до сих пор и засыпал чуть-чуть на копы есть вид еще понятно что это было куба бои были за это если дальше ехать вглубь но там есть место где емельян пугачев если вы знаете емельян пугачев и салават юлаев готовили войска готовили снаряды отливали пушки для весеннего наступления зимой потому что было невозможно пробраться и они там далеко вы был завод они выплавляли пушки и готовили на наступление на царскую армию здесь народ еще как боевой был калин человек такой построил только на себя надеется так и верно вы здесь есть фундамент дома если это все железо убрать кто кто желает может заказать сруб поставить сруб и спокойно здесь находиться все эти дома это для сотрудников это общежитие со столовой какой сотрудников работают вот здесь на те кто за лесом приезжают пока лес готовят они здесь живут их трехразовое питание пор приходят кормят надо проживание бесплатно 10 на 15 дома там все второй этаж тоже большой и здесь только даже экскаватор есть до всего есть экран есть экскаватор есть и манипулятор там же не на кого рассчит вообще ни на кого один раз к нему налоговая пришла год вы налоги там тут и все дыма все открыла распашку давайте приходите со мной работать вместе налоги я бы сколько как фх плачу чего еще надо они посмотрели это сушилка это была сушилка но все осталось по большому нужно каркас сделать заново это все и же дорожная плита дорожная плита и все в принципе с проблем вот через пилораму пропускать и сушилку засовывать и она будет уши ну определенный у нее прибор есть специальный влагомер он дотрагивается до этого до доски и процент влаги показывает если доходят до определенного состояния то доска готова и и отправлять очень очередь стояла здесь за продукт окна но можно делать деревья столы пилорама пилорама 3 пилорам он лишь какой-то вот мы она очень мощная здесь все работает вот смотри здесь специальный этот рельсы как на этом узкоколейки теперь вы можете понять узкоколейка видишь здесь бревно ложится зажимается и все в пилорам отправляешь да да там пилы стоят это ленточные пилы стоят да да вот они они да 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 а это туда да 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 а ведь опилка внизу куда уйдет а его потом убирают лопата выбирает это вот испокон веков пилили конечно испокон веков чего в прошлый век пилили там лес будет обычно все вот это все здесь места нету все здесь в это вот в таких вот не рабочие это да 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 но там получается только один можно например один два бруса сделать видишь вот из этого это не полноценный он же есть вот уже из этих тонких когда делают лишь уже получается где-то ровный где-то неровный это чтобы закрыть потом не видно было тимурка он что-то туда съездил сюда здесь масштабно зарплата хороший сколько за годом 60 80 не получает 58 тысяч месяц вот вырок жилье бесплатно до питание бесплатно если надо они и 200 могут зарабатывать просто 8 начинают 56 заканчивают а если дальше работать пожалуйста где же не зависит от того что ты вышел работу там же вот и напилился кубатуру посчитали поскольку это кубатуру напилил столько тебе денег отдадут вот они свою норму выполняет и все им хватает если люди хотят 200 тыс заработать ради бога а вот с этой стороны там у него жеребята но сейчас они просто выпустили на выгул вот сейчас заканчивается металлический корпус и вот эта деревянная обрешетка там у него жеребят стоят там например нужно запреть или нужно например уколоть там специальный загон есть капа копыта посмотреть чтобы никуда лошадь не дергалась и и как бы это привязывают и спокойно лечь чтобы сидеть дикие же ну да они же ходят пасется они за за лето вот они например за зиму даже вот на попасутся они уже их надо несколько дней чтобы обратно приучить к седлу но они уже отвыкают уже спас свободный же но я думаю что этот смысла нет но тоже самое абсолютно ничего нового не откроет так и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, там были, хоть были. Я могу сказать, что вы уйдете икры бурят. Дверден, вы мой, мы на молоконе. Уйдете бурят. Сейчас сразу вы будете доить, да, вот так? Угу. Все. Корову уже вернулись, да, не? Сами. Хорошо, я думаю здесь. Я могу сказать. Уже, а мы нас кайфула надо. Вы сами позовете, да, потом? А, идете? Здравствуйте, да? Здесь тепло, Таташ? Они сами себе вот так тепло делают? Ту-мугарень. Ааа. Ааа. У меня потому что ничего не готово, сейчас я приготовлю. Ага. А дверь закрыть здесь? Не, не надо. Все готово. Все готово, все готово. Сейчас. Здесь тепло. Короче, Дверь закрыть здесь? Не, не надо. Все готово, все готово, все готово. Вот. Вообще, первый, первый раз на хозяйстве. Вот, вкура яиц нанесли. Сейчас. Воду набрали, да? Да, кипятка, чтобы молоко было чистое. А это прям кипяток? Кипяток, да. А у меня болят. Да, ну пройдите. Можете пройти. Пройдите, да? Да, да, да. Покажите. Можете прям в обуви покажите. У вас здесь кухня? Ну да, как временная молочника. Для молочного производства? Да, да. Сейчас я все кипятком обдам. Они, коровы мои привыкли, что я одна всегда. Мы им мешаем, да? Не, не мешает, но они могут там посикать, покакать, покапризничать, короче. Сейчас я все приготовлю. У вас большие коровы? Ну да. Одна такая корова сколько стоит? Я даже не знаю, 1075, наверное, сейчас стоит. А, это насос? Да. А сейчас какой процесс идет? Очищение? Ну, просто споласкиваю я что-то, да. Все чистое, только все равно же. Висел тут, я это, споласкиваю. И все вы сами сделаете, да? Да, я все сама делаю. Навоз чищу. Ну, то есть муж в этом не очень так помогает, только вы сами. О, муж покос убирает, деньги зарабатывает. А здесь хозы? А я на хозяйстве. Вот. Сейчас, вот этот момент нам надо уточнить. Вы сами смотрите за все коровы, куры? Летом, да. Ага. Летом, да. Зимой муж навоз чистит. Только навоз? Сену дает. Сену дает. Сену дает. Да. Учитесь женщине, учитесь. Это вам не халат было. Нам тоже можно идти? Сейчас, сейчас, сейчас я вам все покажу. Хорошо. Сейчас я приготовлю, мне вымя помыть надо еще. У нас автоматизировано. Они воду как пьют? Воду на речке пьют они. А, ночью не пьют? Нет. Только на речке, днем? А зимой поем сами. На ведре, да, как бы даете? Ну, сено даем, воды даем. А зимой только сено даете? Сено, ну и комбикорм какой-нибудь, комбикорм. Так, все. Сейчас помоем. Время, чтобы чистая была. Можете подойти сюда? Да, да. Идемте. Глаша, идем. Удивительно. Глаша, дочь. Стой. Стой, малышка. Вкусняется, да? Да, она немножко. Просто посторонние бывают у нас только ветеринары. А ветеринары всегда больно делают. Кровь берут, прививки. И когда на работу, я одна аппаратом дается у меня, одну руками даю, чтобы время сэкономить. Так. Да, Глаша? Каждого свое имя есть, да? Да, это Шура, это Глаша, Красуля, Клава, Зоря, Милка. А вот одна корова сколько молоко дает? Ну, по-разному. В день? Сейчас увидите. Сейчас я подаю. Так. А утром ее вы не доели, да? Нет, утром тоже даю. А утром тоже? Утром тоже самое, что и сейчас. А сейчас сколько выйдет, утром тоже столько было молоко? То же самое. Так. Ну, то есть 10 литров это факт, ну, как бы, ну, факт. Вот там, закрой краник, иди, пожалуйста. Ага. Вот где оттуда... Все, все, где дует. Да, ага. Закрыл. Ага. Где-то, по-моему, еще открытый. Это тоже закрытый? Вот это открыто? Ага, закрой. Все, надо чтобы вакуум создался. Ага. И начнет. Да, или аппарат у меня уже старый. Пускай этот весь. Ну, рабочий. Ну, рабочий. Ну, рабочий. Сегодня вот надо было трубку заменить, я что-то забыла. Сейчас мы его настроим. Откуда, знаете, что закончился там, не закончился? А сейчас будет слышно. Забыла, тут у меня трубка поломалась. Ага. Я это... Некогда. А вот... Это поднято, да? Ну, как бы... А для чего это? Чтобы тепло было? Ну, тепло и, может, проветривание, чтобы... Снизу, да? Ну, я удивился, вот как зашли мы. Здесь было тепло и чисто. Ну, то есть, как обычно так не бывает, да? Нет, естественно. Нам сейчас некогда. Не успели прийти уже, конечно. Ага. Это они поздоровались так. Красуля поздоровалась. Да. А так ты это подлетаешь и пыльками посыпаешь. Ммм. И все сюда, они сами заходят, свое место узнают, а? Да. А кто еще старший? Они все одного возраста. Вот та, которая крайняя, это Римова любимец. Она... Вернее, она его любит. Все, Глаза, молодец. Все. Расставится, да? Молодец. А сколько молоко сделала? Ну-ка. Сейчас я покажу. Полный, почти. Сейчас. А вот столько вышел? Да. Ни хрена себе. Ты пока это... Вот, вот, фу. Да. Так. Дай бог, чтобы было все хорошо. Да. Ну, Клава, ты чего наделала-то, а? Лежит и лежа нахулиганила. Это она приветствует так. Красуля. Это красуля, да? Это красуля. А это что? Это каймак. Каймак? У вас тоже называется каймак? Да. Да? Да. Это чтоб это. Чтобы держать было хорошо, да? Бывает, когда электричества нету. Ага. Всех вот так вот. А часто отключают электричество? Ну, бывает. Отключают. Если взять невестку, невестка будет помогать? Ну, они помогают. А? Когда приезжают, помогают, конечно, побыстрее управлять. Ну, когда невестка по большей части должна помогать, да? Ну, как бы. Ну, да. И дочка, и невестка. А, у вас еще дочка есть? Да. Дочка тоже помогает? Дочка тоже помогает. Она чем занимается у меня? Ну, в основном принести, унести, перемыть. Ведь это самое легкое подоить, а потом… А, это самое легкое работа? Конечно. Потом это все надо переработать, перемыть. Как переработать и перемыть? Ну, на каймак, там, на творог. Отдельно делаешь, да? Ну, да. Одеты, я не умею. Я говорю, братцы. Я просто боюсь, да? Маленькие ребятишки, когда приходят, они это сядут и так вот… И коты возле меня тут сидят. Дети-то только приезжают летом. Дочка учится, она в августе, у нее только отпуск. Угу. Сын тоже вот сейчас только. А так он бывает один, остается домашек, справляется сам. Ха-ха-ха-ха. Как быстро. Красуля детская. Красуля. А это как пио зовут? Глаша. Глаша. Глаза. 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 Оп. Стой. Стой, стой. Нельзя. Это вот самое жирное молоко, да? Ну, для нас мы считаем, что да. Ну, на самом деле так. Самое вкусное. Стой, красуль. Потому что я вчера пробовал. Молоко тоже, ну, это, хорошее. И хаймак вообще слишком жирный. А, желтый-желтый, да. Ну, натуральный. То, что в магазине продают, это рядом не было, конечно. Угу. Согласен. Это опыт-то уже? Ну, да. Ну, и на пол тоже попадает. Ну, бывало такое. Доишь-доишь. Ага. Ну, и ногой она как брызнет только. Пирает, да? Что-нибудь не понравится ей. Угу. И не углядишь и съели. Капризничает. Бывает и такое. За пять минут вы надоели, да, уже? Стой, 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 стой. Доча, стой. Стой. Вот сейчас надоели. Утром опять? Да. Утром тоже самое. Вот столько же. Ну, да. Это хорошо считается, да? Ну, как я понимаю, это хорошо. Зависит и от настроения коровы. Бывает, корова капризничает, она молоко держит. Ага. Не отдает, вот. Куда она его прячет? Ха-ха-ха-ха. Это еще они сегодня молодцы. Посторонние все-таки. Ага. Еще стоят. Так, мне бы еще ведро. А, вы до конца еще... Нет, я еще не задоелась. Уху. Так. А вот она. Брызгатель. Рима, возьми, пожалуйста. Сейчас я покажу. Этот телефон тоже. Держи. Брызгатель ровно. Так. Ага. 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 У cucumber. А вначале почти угадать. Ага. Ее. Ага. Ага. У нас у secondser. Ага. Очень дорога. И еще можете литра два дала. Будете на память вам. Так, идем дальше. Сейчас, сейчас, сейчас. Только не упадите. Лопатку надо сгрести, чтобы было все чисто. А здесь что уже? Вот тут творог оттворожился. А это? Тоже самое. А тут? Тоже самое. Тоже творог. Сейчас я руки помою. Алло. Санитарная книжка есть? Порожай. Обязательно. А, с них-то надо потребовать. Сейчас я с тебя. Только на своей волне, да? Вот как положено. Так. Вот это называется сепаратор. Какой? А вот это? Вот это, да. Сепаратор. Каймак прямо оттуда. Каймак прямо оттуда. Прямо сейчас будет каймак? Ну, я покажу вам. Сейчас покажу. Сверхи каймак. Сейчас найду. Да, чтобы пропускать вот каймак, надо подогреть молоко, подогреть или парное молоко. А вот сейчас уже в самый раз. Самый раз. Берем. Я в основном молча, немногословно. Молча делаю все. На работе наговорюсь. Тут я отдыхаю. А это что такое? Вот то, что вы одели? Это барабан. Это барабан. А, сейчас будет крутиться будет? Да. Это рожки. Называется рожок. Отсюда каймак будет? Да. Почему два? Это отсюда будет обратно течь, который уже отбил сепаратор. Каймак. Тут уже будет обезжиренный. А, молоко оттуда, каймак отсюда? Да. Уходит. Такая большая штука? Да. Так. Вот здесь все, сепарат. Брянч Морстагалтундукер, я понимаю, оба такой. Что это такое, сепарат? Первый раз в жизни. Да? Вы многое потеряли. Многое еще, да? Так. Молоко чувствуется, что жирно. Жирно чувствуется. Чувствуется. А марли для чего? Ну, да или же. Царинка, может, какая-нибудь попала. Может быть. Может быть. Это на всякий случай. Ну, да. Будете вот кушать каймак, а вдруг вам-то попадется. Муха какая-нибудь. Так, сейчас. А сейчас что больше выходит? Каймак или молоко? Или кристи-кристи? В смысле? Ну, то есть... Мы все кушаем и каймак. Ну, да. Харай, да. Харай, да. Очень мало. Два-три? Ну, две-три. Ну, пошел просто. Это каймак, да? Нет. Это молоко? Это молоко пошло. А, это... Обезжиренное. А там уже каймак. Сейчас каймак пойдет. Кошмай. Иди, вытопаем. Соколады. Соколады. Каймоком. 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 Соколады. Ооо. нету ложки нету дала бы сразу попробовать спасибо это ранее где-то уже ряда об сароку вот это натуральный продукт да это да пропустить помыть и брать классно я думаю что это все сложно да это все просто и вы так делаете может а то кто добавляет убавляет что-то делает ну да чтобы не портилось там а есть еще процентов 20 это как делает мы и мы не делаем ничего но вот так что есть то и едим а 2 до сих пор да вот так оттуда рубль оттуда доллары да такими глупостями с мужем занимаемся вот такими это это очень хорошо это это предпринимательство это бизнес это нормально это очень хорошо наоборот все пошло потом вот каймак загустеет и еще не будет густой не будет потом холодильник да холодильник и стоит дня два-три можно помешать на масло на сливочное да сейчас же детишки многие даже не пьют молоко привыкли к магазинам ну молоко полезно правильность во-первых иммунитет сейчас они столько всякой разной травы кусок ну конечно наше молоко и например где-то там под уфой она отличается потому что наши они же вольно гуляют в разной траве едят а разная трава там село едят уже силу который коровы едят уже молоко по-другому и пахнет и вкус зато вы придете от вас будет запах но с сараем потому что когда вот бывает ребятишки ко мне приходят это ну тоже городские посмотреть кому телят кому чё это приходит домой и рассказывает ой мама говорит там пахнет от тебя я деревенская раньше детстве родителям помогала тоже корова была у рима мать с отцом колхозе работали у него как бы с рождения я комар залетел но чем еще в деревне заниматься занятые мясо кушаем молоко пьем манты пельмени лепим без вармак едим говорю только из-за тебя подписалась ты думаешь я одна такая да 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 цена Сыр делают как? Ну, специальные закваски тоже надо Для сыра? Да Ну, я такой не делаю сыр, потому что нет у меня времени А я делаю просто из творога Вот вы, которые ели сыр, он просто из творога Сыр из творога? Да Да, да Ну вот вы приехали Приехали, пару банков купили Другие приехали А сколько в месяц зарабатываете от молока или только для себя делаете? Ну, в основном для себя А, и люди покупают тоже? Ну да, как бы у нас мало кто в деревне коров держит Ну вот у меня набережная вот улица есть Они бабушки, дедушки там, детишки Они приходят, покупают Чтобы заниматься бизнесом, это налоги Налоги, труд Труд Конечно И вот с этого, сам видишь, вот с ведра молока Ну, что я там, пол-литра сливок Это мне надо 40 коров, наверное, держать Что в бизнес именно делаете? Этого сарая мало будет А у нас корма дорогие У нас не выращивают же здесь Рядом Четы не сходятся, да? Реально корма Так что Это уже свирь Нет, это творог я солью Творог готовый А это варится, да? Ну, да Творог варится? Да Ну, это что? Конечно, надо сам в высшем процент Конечно Мощный А! Так что Вот Что, не смеется И будем Вам большое спасибо То, что вы делаете Это отлично Вашу продукцию Я уверен, что 80% человек Еще не пробовали И не понимают О чем Я вот Выпуск делаю Но это Каймак Самый лучший В мире Который я пробовал Вот Это без всяческих Как Без этих Ну, то есть Это точно Самый лучший каймак Который я пробовал Всему Виновен Вот Реально И корова Которая кушает В таком прекрасном Кишлаке Или как это сказать Деревня Деревня Такой красивый Это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это просто Вам спасибо большое Ладенько Чтобы у вас Все росло В вынесло И ширину И высоту Мы только это желаем Спасибо За то, что Вы нас вкусно кормили И нам все это показали Спасибо Все Тысячу просмотров Лайки Комментарии От вас Да Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поехали! Я не знаю, что я буду делать. И вот это хорошо. И не знаю, что это. И вот, это хорошо. Открываем, это хорошо. И вот это хорошо. Мы сейчас будем свереть, это хорошо. Продолжение следует. Сейчас мы в порядке, в порядке, а теперь мы будем в порядке. Глазит, и мы будем в порядке. А я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok